Начало лета. В парках, во дворах и даже просто на улице города все чаще можно встретить птиц со странным оперением, которые ходят по земле и громко пищат, как будто призывая на помощь. Если такие птенцы в пире, оперенные, они называются слетками. Птицы эти не чувствуют опасности, поэтому даются в руки. Люди, особенно дети, растроганные их неуклюжими движениями и громким писком, реагируют по-разному. Ну, сделать гнездо ему. Звонить ветеринару? А у тебя нет телефона. Тогда надо его понести домой. Надо звонить ветеринару! Его же трогали человеческими луками, а птички все чуют человеческим запахом. И уже не примет никогда. А вот специалисты советуют, увидев птенца слетка, пройти мимо. И на то, говорят, есть веские причины. На самом деле родители этих птенцов все время рядом. Большинство птиц, которые обитают в городских парках, скверах, на дворовых территориях, а это и дрозды, это и синички, и трясогуски, и многие другие, способны выкормить своих птенцов, которые оказались по каким-то причинам на земле. И помощь им абсолютно не требуется. Если вы все же подобрали птенца и принесли его домой, то проблемы у вас с ним начнутся с первых же минут. Ведь неизвестно, какого птенца вы подобрали, неизвестно, чем его кормить. А кормить надо много, часто и избрано. Как, например, птенца ушастой совы, которую под братье душевные люди подобрали в парке и, к счастью, принесли в зоопарк. Вот в таком вот возрасте нежном им нужны мыши обязательно, потому что у них растет костная система. А аппетит у совенка, говорит Алифтина Геннадьевна, будь здоров. В день малыш съедает 2-3 мыши. Именно пока растет. Ему надо много. Это вот, считайте, за неделю 20 мышей ему надо. Это минимум. Нам здесь выкормить их пищу, у нас большой виварик. А уже в природе там мама, папа ловит им мышей. Если же не соблюдать правильный рацион питания, то у птенца начнутся проблемы со здоровьем, со всеми вытекающими последствиями. А тогда у них начинаются развиваются рахиты, у них проблемы со связками, крылья выворачиваются. У него уже будут проблемы с жизнью, если его неправильно изначально кормить. Поэтому специалисты напоминают, встретив птенца, лучше всего оставить все как есть. Вообще, брать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Увидели, закрыли глаза и прошли мимо. В крайнем случае приподнять слетка на ветке и оставить. Конечно, не стоит подбрасывать таких птенцов в воздух, считая, что они учатся летать. И вот при таком подбрасывании, в полете, вы сможете помочь ему куда-то полететь. Скорее всего, что упав, он просто повредится и не сможет выжить. Кстати, обойти стороной слетка желательно и в целях собственной безопасности. Между прочим, очень многие птицы защищают своих слетков. Они могут атаковать вас, могут даже клюнуть. Поэтому увидели слетка или заметили беспокойство птиц, просто как можно скорее покиньте это место. Поверьте, птицы сами разберутся в своих птичьих вопросах.